Сегодня 5 сентября, мы смотрим в Черное море каждый день. И давайте сегодня прогуляемся с вами по набережной города Сочи. Посмотрим вообще, сколько народу и есть ли люди в сентябре, есть ли жизнь после лета. На самом деле, в сентябре, есть ли жизнь после лета. На самом деле, сентябрь это еще сезон. Недельки две-три еще народ точно будет, потому что будет тепло, будет жарко. Море еще достаточно теплое, но температура сохранится где-то до октября месяца. И даже в ноябре по-прежнему можно будет купаться достаточно комфортно. Вот сегодня у нас на улице облачно, не жарко, где-то 27 градусов тепла. Отличная погода для прогулки по нашему славному городу-курорту. Народу на набережной по-прежнему полно. Сувенирные лавки открыты для туристов и день, и ночь. Не, ну на ночь, конечно же, они закрываются, но вечером, так как солнце садится уже после 7 часов, чувствуешь себя как ночью. Вот сейчас мы проходим мимо пляжа Мориса Тореза. Ныне этот пляж закреплен за четырьмя, точнее, за тремя крупными отелями. Это Бревис, Меркури и Пуллман, которые находятся вот сверху. Вон кусочек Пуллмана мы видим. Это отличный пляж, ему присвоен голубой флаг. То есть он соответствует всем требованиям и стандартам. Тихонечко продвигаемся дальше. Куча всяких сувениров, безделушек. Можно покушать. Можно приодеться. И даже черчелу продают на набережной. В принципе, ничего страшного в этом нет, она не портится. Так что она вся сладкая. Очень много сахара. Однако, ну просто от солнечных лучей она становится менее вкусной, она высыхает. Вот здесь притаился у нас пляжик Хаята. У него, к сожалению, нет своего выхода в море с Гальки, только если прыгать на него с Буны. Дальше мы проходим по набережной. И я предлагаю завернуть в сторону моря. Потому что что на набережку смотреть все эти сувенирные лавки, кафе, рестораны. Здесь есть такой замечательный ресторан Плутус. Чем он замечательный, сейчас я вам покажу. Я в нем, конечно, не питаюсь. Вот смотрите, какого тут Нептуна они сделали. Мы пройдем мимо. Это секретное место, я вам покажу. Секретный пляж. Он граничит с аквапарком на две с половиной горки. Но все же аквапарк в самом центре набережной. Место у него шикарное. В общем, что хорошего в этом заведении? Я скажу, не сама кухня. Не то, как тут готовят, что тут подают. А именно в пляже. То есть, если вы смотрите мои ролики постоянно, то вот вам лайфхак. Один раз я снимал, кстати, здесь свой ролик. Здесь есть свой пляж. Но из туристов мало кто о нем знает. Потому что проход на него через ресторан. Здесь достаточно свободно. По сравнению с другими пляжами. Всегда свободная раздевалка. Всегда свободный душ. Потому что обычно в эти места общего пользования постоянно втапливается очередь. Вот пляжик небольшой. Всего лишь метров пятьдесят от Буны до Буны. Здесь есть свой прокат. Также он достаточно популярный среди туристов. Отсюда есть проход в аквапарк. Но нам туда не надо. Сейчас он закрыт. Но в июле месяце здесь можно наблюдать охранника. Здесь тоже немного народу. Потому что люди все идут на общедоступные пляжи и лежат там, можно сказать, друг на друге. Вот он, вход в аквапарк здесь. Просто так вас сюда не пустят, потому что здесь всегда дядя охранник сидит. и он будет смотреть наличие у вас браслета. Девушки загорают. Томятся. Вот, смотрите, учитывайте этот лайфхак. Если захотите спокойно и свободно полежать, самый пик сезона на пляже. Вот эти два участка пляжа самые малозаполненные. А вот сейчас мы поднимаемся и идем на общественный пляж Маяк. Сравните, сколько народу здесь. Песик. Дай-ка пройти, песик. Здесь уже все друг на друге лежат. Погода сегодня по-вообще классная. Солнышко закрыло. Не жарко, приятно. Такой мелкий песочек, как на ривьере. Честно говоря, не очень приятно, но босиком готов хорошо. Ноги не ломят, когда по нему идешь. Это вам не галька. В общем, мы опять вышли. На центральный пляж. Смотрите, здесь выход. Есть схема акватории пляжа. Ну, пойдемте, поднимемся туда, к фестивальному. Вот что я говорил про раздевалки. Смотрите, здесь две раздевалки. Очередь из 8 человек. Идем дальше. Вон тоже две раздевалки и та же очередь. В общем, мы вышли на набережную. Сейчас пойдем к Молу. Посмотрим. Не знаю, я в Инстаграме сделал картинку того, как разрисовали там стену к 9 мая. Но на видео, по-моему, не снимал. Поэтому, я думаю, стоит вам показать это. Попрещается заглывать за буйки. Конечно же, безопасность прежде всего. Здесь, видите, валуны? Там вот проходит ливневая канализация. Я вам по секрету скажу. Никогда не купайтесь рядом с этой валуной. Особенно после дождя. Можете написать мне спасибо за этот полезный совет. Сейчас мы пройдем мимо граффити Жакаева Кусто. Его нарисовала популярная сочинская команда You Feel My Skill. Очень много граффити по городу встречается этой командой. Они, например, раскрашивали стадион и много общественных объектов. В общем, ребята молодцы. Смотрите, сколько народу на самом первом пляже. Вот эта стена раскрашенная специально ко Дню Победы. Что тут можно сказать? Все сделано в этой стилистике. Кстати, как ни странно, это рисовали другие ребята у этих инстаграма. Хотя я, честно говоря, думаю, что должны были рисовать те же. Вот мы выходим на Южный Мол. Здесь у нас площадка так называемая площадь Южного Мола, где проходят все концерты. Недавно была новая волна и вот этот экран показывал. Здесь стояла сцена. Вот мы дошли до морпорта. Здесь вейк-парк. Можете прокатиться на троллее, на вейке. Погода, смотрите, как портится. Сегодня весь день прислали смс, что в ночи что-то будет очень серьезное. Ну, посмотрим. Тут постоянно что-то обещают. А по факту могут сказать, что ясно, а будет ливень. Могут сказать, что ливень, а будет ясно и жарко. Поэтому прогнозу погоды верить нельзя. Начали гонять рекламу. Все лето экран стоял выключенный, и они решили под конец сезона прокрутить здесь рекламу. Когда проходил чемпионат мира по футболу, вот эта лестница была полностью заполнена людьми, которые не попали за ограждение. Потому что здесь реально все было битком. Вообще, это как любой концерт, когда проходит, вот эта лестница одна из лучших рядовых площадок. Поэтому запомните это. С нее тоже можно смотреть. Вот с этой лестницы скафа Рис. Она чуть подальше, но тоже открывается отличный вид. Открыли тут фирменных магазинчиков. Вот эта только в этом году появилась. Торговая галерея тут вообще недавно поставили. вот смотрите, вот это вот Урал Зис, да, что-то на нее написано. Продает чай местный. И вся фишка в том, что этот автомобиль каждый день сюда приезжает. То есть, он на ходу. Это не просто торговый павильон. вот мы вышли на площадь перед морским портом. Везде играет музыка, реклама. Продают шарики, зазывают на катера, на яхты покататься. Здесь стоят скульптуры, посвященные фильму «Бриллиантовая рука». Потому что этот фильм снимался именно в Сочи. И с этого морского порта главные герои фильма подходили в свое плавание. Идемте прогуляемся туда. Посмотрим на яхты. Может, даже кто-то рыбачит сейчас. Хотя, вроде, днем рыбаков особо нет. В море порту всегда много народу, на самом деле. Это они, яхточки. продают катера. Конечно же, цены не указаны. Это не та вещь, на которую надо указывать цену. Люди просто ходят, смотрят. Это Севен. Семерочка стоит здесь постоянно. Очень много людей на ее фоне фоткаются. Переехала с одного места на другое. А вот это вот Олег, кстати, раньше ее здесь не видел. Тоже красивая яхта. В море порту все самые дорогие бусики. свотч. Боско. Эрмана сервину. Поправьте меня, если я неправильно произношу. здесь реально классное место. Дорогущие рестораны поверху. Там, здесь постоянно гуляют люди и днем, и ночью. Самое популярное место в Сочи. Рыбаки сидят днем и ночью. ловят рыбу. А что здесь ловится, подскажите, пожалуйста. Ничего. А вообще? О, там кто-то клюет, нет? Смизинец может чуть-чуть меньше. Ладно, удачной рыбалки вам. Оху, не ставрида здесь ловится. Поймали. Зимой в свое время здесь закрывали вообще этот борт морпорта лесками, чтобы рыбаки не могли рыбачить. Вот видите, кстати, от них опоры остались металлические. Но все равно люди выходили, рассовывали удочки. Нет, спасибо большое. Рассовывали удочки через веревки. и все равно ходили рыбачили. Когда здесь сезон рыбной ловли, здесь прямо они друг на друге практически сидят. Вот эта вот красивая яхточка принадлежит Дмитрию Анатольевичу Медведеву. еще нет вот он не должен быть. А вон та маленькая скромненькая яхточка была подарена Абрамовичем Путину. Назавается она Олимпия. Да, небольшая. На самом деле у него здесь еще побольше есть. Просто не вижу ее. А вот сейчас мы выйдем к ней и я вам ее тоже покажу. Касса морского вокзала приглашает нас на прогулку. Уважаемые сочинцы и гости курорта приглашаем вас в 18 недвижимость. Идем и кататься на раз спасибо большое. я прекрасно знаю. Я уже катался. Вот вот это путинская я личная. Как большой дом. Да, судя по погоде что-то такое надвигается серьезное в горы. Ну посмотрим дойдет до нас или нет. Такая милая кафешечка стоит прямо в самом море порту. Полудная яхта на 45 минут. Пойдемте дальше. Вдоль порта. раньше вот в этом месте можно было постоянно встретить птиц. Особенно зимой. Их подкарабливают. И они вот именно в этом месте тусуются постоянно. Вот здесь есть такая красивая ротонда. Очень часто на свадьбу люди фотографируются в ней. А вот это знаете что за прибор? Это так сказать коммунальный услугник для тех кто здесь швартуется. Это вода, электричество. Все для яхт. Люди поехали. Аренда круглосуточна. В любой момент вас поведут. Можете собраться к компании тысяч за шесть в час. вас свозят. Можно арендовать эту такую небольшую яхту. сейчас мы дойдем до дома так называемого там где все лакшери бутики и посмотрим поближе на путинскую яхту универс. универс. у него красавица. университ. 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 катайтесь 8 миллион университ. 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 хорошо. спасибо большое. обращайтесь. до свидания. вот так вот если у вас есть 8 миллионов вы можете сами такую яхту купить и на ней капитанить. Вот это популярное кафе, называется старый базар, называется он так потому что раньше здесь реально находился базар и рядом с ним находится ЖК Версаль, честно говоря место шумное, но очень классное в плане своего расположения, потому что вот вы в центре, у вас очень близко море, и к нему выходите по ровной дорожке вот мы потихонечку подходим к этому комплексу, который называется дом здесь совершенно нет жилых помещений, здесь только бутики, магазины, рестораны и ворд-класс давайте как-то поедем завтра посмотрим Grand Marina Gallery пройдемся снутри этого комплекса и посмотрим какая здесь сделана красота ну внутри я имею ввиду не будем заходить в здание, просто пройдемся между зданиями здесь такой кусочек москвы в сочи все в лакшери стиль сделано посажены туи магонии прочие кустики кстати вот здесь вот есть люки с розой ветров однако они неправильные должны быть повернуты на 90 градусов то есть сейчас я смотрю не на восток, а на север учитывайте этот факт, можно как-то его использовать не знаю еще один бесполезный факт о городе Сочи вот такая здесь красота и мы потихонечку проходим в сторону реки пока идем наслаждаемся что это такое наживильник вот здесь вход в ворд-класс так что приехав сюда из других городов вы можете узнать, сможете ли вы пройти со своей карточкой сюда здесь постоянно стоит какой-то мерседес в этот раз красный недавно был черный и желтый но как же у такого комплекса обязательно должен стоять мерседес а это у нас станция самокат шерлинга то есть в любой момент если вы видите такой самокатик хотите нам прокатиться это вам будет стоить 2 рубля в минуту или 500 рублей в сутки но это самокаты не электрические здесь вам придется толкаться ногой вообще по секрету я вам скажу я катался на этих самокатах у них нет амортизаторов а фишка города Сочи то что все тротуары выполнены из брусчатки поэтому будьте готовы почувствовать себя как на стройке с отбойным молотком когда будете брать такой самокат это так небольшое отступление к тому что у меня есть прокат электросамокатов и поэтому обращайтесь ко мне чтобы покататься на нормальных электрических самокатах где не надо махать ногами где просто встал нажал на кнопочку и поехал вот мы продвигаемся к речке по правую руку у нас комсомольский сквер в нем есть пара мемориалов как бы мы тут зашли тупичок да? ну ничего сейчас перелезем если вы ездите точнее если вы приедете в Сочи на машине или мотоцикле то заправок тут не так много и в центре города вот это одна единственная заправка ближайшая находится в жилом комплексе остров мечты туда надо проехать немножечко через пробки так я не попал на пешеходную зону ладно пойду по дороге у нас перед нами мост через реку Сочи сейчас я перейду дорогу и пойду в комсомольский сквер надо же дойти до пешеходного перехода правильно? не перебегать же спасибо вежливые водители здесь стоят такие серьезные платаны кедры и прочие прочие растения вообще если вы увлекаетесь ботаникой то в городе Сочи вы найдете чем себя занять потому что здесь просто в принципе по всему городу растет куча деревьев куча растений кустарников трав не знаю очень большое разнообразие видов которые вы не найдете ни на одном другом курорте нашей страны даже в том же Крыму все его так любят но там совершенно не такие климатические условия потому что только в Сочи ну что я имею ввиду Сочи Адлер это единственное место где есть субтропики и субтропический климат в нашей стране где практически не бывает снега и температура не опускается ниже нуля такие вот еще интересные факты вот мы идем по Платановой аллее комсомольского сквера и сейчас завернем небольшой площадке где расположены мемориалы в этом парке это вот мемориал посвященный морякам это даже фонтан но почему-то он никогда не работает здесь памятник солдату Сочинцу везде аккуратно посаженные цветы а здесь мемориал памяти Чернобыльской катастрофы Пойдемте дальше Пойдемте дальше О, березка это столь редкое дерево для города Сочи когда видите березка соседствует с пальмами вообще по городу Сочи я наверное видел всего там три или четыре березы на весь город они тут попросту не выживают в таком климате в этой жаре посмотрите какие маленькие и миленькие шишечки вот подойдем поближе из-за теплого климата многие растения цветут несколько раз в год вот мы подходим ближайший к морю платной парковки вообще проблема парковок очень актуальна для города Сочи пообщавшись с местными жителями мне рассказали что раньше здесь был кинотеатр потом здесь захотели воткнуть большой жилой дом наверное вот типа такого же Версаля но в итоге его снесли не достроили сделали на его месте автостоянку это парковка прямо спасения для центра города пусть даже и платная не доставили не доставили посиди заш потом поедем Главпочтам с гигантской цветущей агавой вот мы выходим на платановую аллею одноименное название остановки здесь же сейчас подойдем к информационному стенду я покажу тоже небольшой мемориальчик платановая аллея памятник садово-паркового искусства платаны посажены в 1913 году это памятник природы это памятник природы пальма в горшочке добавно это вот мушмула растет она уже сейчас и не цветет и не дает плоды потому что ее сезон закончился в этом году в следующем году можно будет сорвать ягоды с нее вот тоже небольшой скверик за Версалем с различными видами пальм все пальмы с большими листьями это банановые пальмы кстати и если вы в правильное время приедете сможете найти небольшие бананчики на ней а это торговый центр мелодия который находится в начале улицы Новодинской самая главная улица города так сказать местного Арбата обязательно посмотрите обзор по центру города он находится в плейлисте прогулок по Сочи ссылочка будет в описании в общем я думаю на этом закончить свое видео оно и так получилось достаточно длинным обязательно подпишитесь на мой канал заглядывайте в описании там есть ссылочка на мой инстаграм на другие прогулки по городу оставляйте свои лайки, комментарии и вообще задавайте любые вопросы по Сочи спасибо что подписались все 900 человек этим роликом я собственно и отмечаю эту цифру для канала всем пока всем пока